Не будем отчаиваться, но омоем слезами нечистоту греха. Но не может ли грех привести к отчанию или победить милосердие Божие? И как погиб Иуда? Как? Ведь покаяние не может быть принудительным. Выслушай, что говорит ему учитель. Что мне сделать с тобой, Иуда? Ты не знаешь, что намерен сделать? Я знаю, но не хочу. Качество грехов требует этого величия же милосердия, удерживает. Что мне сделать с тобой? Пощадить тебя, но ты станешь еще нерадивее наказать. Но мое милосердие не дозволяет мне этого. Что мне сделать с тобой? Не поступить мне с тобой, как с Содомом. Не поразить тебя, как Гаморру. Но я, Отец, и Отец милосердный. И мы, зная об этом милосердии, не будем отчаиваться. Но не будем также предаваться беспечности. То и другое есть погибель. Отчаяние не позволяет встать лежащему. Беспечность заставляет упасть вставшего. Кто имеет свойство лишать дарованных благ? Это не позволяет освободиться от окружающего зла. Нерадение не извергает самого неба. Отчаяние приводит к бездне зла. Подобно тому, как сохранение мужества заставляет сейчас же спасаться оттуда бегством. Взгляни на силу того и другого. Дьявол прежде этого был благ. Но вследствие нерадения и отчаяния не спал. Такую бездну зла, чтобы потом уже не встать. Павел был хуритель, преследователь, гонитель. Но так как он имел ревность и не отчаивался, то он восстал и сделался равным ангелом. Иуда был апостолом, но по нерадению стал предателем. Разбойник затем, так как он отчаялся даже после того, как совершил столько зла, вошел в рай прежде всех. Фарисей за то, что сам надеял, не спал с высоты добродетели. Мы так же, так как не пришел в отчаяние, был за это так возвышен, что превзошел того. Хочешь, я покажу тебе, как то же самое случилось со целым городом. Так был спасен весь город и нивитян. Обратимся же и мы, воззовем, омоем слезами нечистоту греха. Будем бить себя и в грудь, и в лицо. Почувствуем грехи свои, чтобы и нам услышать от Господа сегодня. Услышать от Господа. Будете со мною в раю. Аминь. Завтра 8 часов начала молитвы. Они все, Господи. Они все, Господи.